Рекрична! Поздравляем всех с началом марафона. Можно было бы сказать, все на марафон, но все, кто на марафон, уже уехали. Те, кто остались, будем изучать жизнь Аджамилы. Что тоже хорошо. Om Namom Bhagavate Vāsudevāyā. Om Namom Bhagavate Vāsudevāyā. Om Namom Bhagavate Vāsudevāyā. Om Namo Bhagavate Vāsudevāyā. Om Agyanati Miranthasya Gyananjana-shulakaya. Cakshurunmilitāmyana. Tasma Shri Guravayana Mahā. Shri Chaitanya Manopishtam Stapitāmyena Bhutale. Svayam Rupakadam Mahyandhati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sinhudinabhānu Jagatpate. Gopiṣa Gopika Kantarada Kantanamostate. Taptakanchanagavurāngirādhyevrindavaneshwari. Phrishabhāna Suta Devi, Pranamamamiharipari. Vantchakavpatruvisa, Kripa-sinu-vievacca. Pādita nam pavaniphiu, Vaishnavyphiu namonam. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В городе Кань-Якумджа жил браман по имени Аджамила, который женился на распутной служанке. Связь с этой низкой женщиной лишила его всех браманических добродетелей. Вступив в недозволенную связь с женщиной, мужчина неизбежно утратит все браманические качества. В Индии по сей день существуют сословия «слух», их называют «шудрами», а их жен — «шудрани». Иногда обуреваемые похотью мужчины, которые из страха перед общественным мнением не смеют флиртовать с женщинами из низших сословий, из высших сословий, вступают в связь с такими служанками или уборщицами. Юный Аджамила был достойным браманом, но, садясь в распутнице, утратил все браманические добродетели. И все же, поскольку когда-то Аджамила вступил на путь бхакти-йоги, в конце жизни он обрел освобождение. Именно поэтому Шухадай Бхагасвами в одном из предыдущих стихов говорит о человеке, который однажды предался лотосным стопам Господа, монах Кришна, падаравин да йог. То есть встал на путь бхакти-йоги, бхакти-йога начинается с Ашавана Кертана Вишнох, слушание и повторение имени Господа Вишну, или с повторением Магамандры. Гре, Кришна, Гре, Кришна, Кришна, Гре, 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 Рам, Гре, Рам, 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 Гре, Гре. Повторение святых имен, первая ступень бхакти-йоги. Поэтому Ши Чита не могу про Богу говорить. В этот век вражды и лицемерия спасутся только те, кто повторяет святое имя Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Повторение святого имени должно, имени было очень благотворным во все времена, но в векале этот метод стал особенно действенным. Шугадай Богасвами покажет его действенность на примере Аджамилы, который спасся от Ямадута только потому, что произнес святое имя Нарайны. Бхаража Парикши спросил у Шугадай Богасвами, как избежать падения в ад и не попасть в руки Ямадутам. В ответ Шугадай Богасвами поведал ему древнейшее предание Бамджамиле. Тем самым он хотел убедить царя в могуществе Бхакти-йоги, которое начинается с повторения святого имени Господа. Все признанные учителя Бхакти-йоги призывают повторять святыми Кришны и с этого начать преданное служение Господу Танна Магра Ханабих. Еще раз стих. Некогда в городе Каньякубже жил Браман по имени Аджамила, который женился на распутной служанке. Связь с этой низкой женщиной лишила его всех браманических добродетелей. Харе Кришна. Итак, на прошлой лекции Его милость Ари Пуруша Прабу рассказывал о том, что предыдущая глава, пятая, описывает, как можно жить благочестиво, поклоняясь Господу. То есть, жизнь благочестивая. И тогда нет страданий. Избежать страданий, живя благочестиво. Но в конце Он объясняет. Но если то, то живет неблагочестиво. Вот адские планеты. Вот вам вариант. И кто-то может подумать, все, я понял, что такое религия. Это жить благочестиво. Правильно? Все. Я буду жить благочестиво. Я буду хорошеньким. Не бейте меня. Все. На этом можно закончить. Сворачиваемся. И эта история, с одной стороны, она показывает величие святого имени, как Прабхупада пишет. А с другой, она показывает, что даже человек, который благочестив, привык быть благочестивым, родился в благочестивой семье. Интересно, да? Аджамил родился в благочестивой семье. Он привык быть благочестивым с самого детства. Но достаточно было проснуться давно лилеянному желанию. Потому что желания сами не уходят. Даже если мы благочестивы, желания не расходятся. Они говорят, ладно, мы посидим в сторонке, подождем. Ты благочестивый? Ладно, мы подождем. Пока ты вернешься на другую сторону. И вот история жизни Аджамилы, каким он был в юности. Это важно знать для того, чтобы понять дальше, о чем будет. Мы потом это будем читать, но в любом случае это не вредно. В юности этот Браман Аджамила изучил все веды. Видите, какой он? Был благочестивым, благонравным, праведным и очень добродетельным. Он неукоснительно исполнял все предписания вед. Был кроток, учтив, держал в узде ум и чувства. Прям читаешь и плакать хочется, да? Сейчас в Калию вот такого человека найти, это просто, да. И сразу потеряешь. Только найдешь, сразу потеряешь. Исполнял чувства. Аджамилов всегда говорил правду. Он умел верно произносить ведические мантры и был очень чистоплотен. Он чтил духовного учителя, Бога, огня, гостей, старших членов семьи. Ему была чужда гордыня. Он был справедлив и добр ко всем, благовоспитан. Говорил очень обдуманно и никому не завидовал. Вообще-то все. Такого человека в Калию не найти. То есть Аджамила начал. Смотрите, интересно, как человек рождается браманом? То есть сначала он проходит низшие ступени развития, да? То есть шудра, ну если в системе варнаш. То есть система варнаш поднимает человека до уровня брамана. То есть хорошая штука это система варнаш, это такой лифт медленный, ну или ступеньки, лучше сказать. Да, это ступеньки медленные, по ступенечкам, шаг за шагом поднимаемся до уровня брамана, становимся хорошими, благовоспитанными. Ну в общем, не парень, а сказка, да? Вот. То есть, и поэтому Шукадай Багасами объясняет этот стих, также намекает Махараджа Парикши то, что карма-канда, описанная в ведах, хорошая штука, но ненадежная. То есть, Аджамила поднялся, поднялся до уровня брамана, с низших уровней, все вроде бы хорошо, что дальше? Но одно неблагоприятное общение. Он просто пошел в лес за дровами, он вообще не планировал ничего, просто в лес за дровами, знаете, это сейчас у нас газ, там, по бешеным ценам, а тогда с дровами надо было иметь дело, ходили в лес, пошел в лес за дровами, и вдруг такое увидел, которое, то, что вот сейчас люди все время видят, куда бы ни пошли, вы только загляните в интернет, вы это сразу увидите, вы даже запрос не делали, а вам все равно показывают. То есть, просто неблагоприятное общение, и вот эта вся, так сказать, сложившаяся система благочестия, просто рухнула, как карточный домик. Почему? Потому что в этом мире можно быть хорошим наслаждающимся, а можно быть как это, безобразным наслаждающим, так как хочу, так и наслаждаюсь, а можно быть наслаждаюсь так, как Бог разрешил, но и то, и то наслаждающимся. И когда человек наслаждается, как Бог разрешил, вот эта тенденция «я наслаждающийся» все равно может заставить его перейти, ну, если «я наслаждающийся», то какая уже разница, как наслаждаться? Вот, и Аджамила увидел, что Шудра наслаждается без всяких правил, да, то есть, он вот в наглую наслаждается, да, и в Аджамиле проснулось то же самое желание, где оно там спало, представьте, сколько у нас там этих желаний, мы даже не догадываемся, что где спит и когда проснется, вот, и в нем проснулось это желание и он, он пытался, то есть, нужно отдать должное, Аджамила пытался, нет, веды запрещают, не, не, он пытался держать ум, то есть, он старался, но не мог забыть, что он не мог забыть? Не мог забыть, насколько доступны и наслаждения, насколько доступны, что ничего не нужно, просто бери и наслаждайся, вот, и он через некоторое время взял эту доступную служанку себе в дом, в слушании, смотрите, интересный момент, кто-нибудь играл в шахматы, да, вот, если вы будете играть в шахматы, смотря на доску, вот так вот, на уровне доски, ну, там, вы видите, задний ряд своих шахмат, своих фигур, сложно играть? Очень сложно, выиграть невозможно, да, чтобы играть в шахматы, нужно что сделать? Подняться, подняться и увидеть, даже не наискость, потому что очень, а вот вертикально лучше всего, то есть, если вы вот так вот видите, более-менее вертикально, да, видите доску, можно играть, видно противник, видны, видны каждые шаги, так вот, чтобы изучать картину жизни Аджамилы, недостаточно смотреть вот так вот на уровне глаз, на фигур, нужно посмотреть с высоты, ну, то есть, как бы с высоты, да, птичьего полета, нужно отстраниться, ну, как бы, понять, выйти за пределы, вот этих концепций, хорошо, плохо, то есть, мы вот видим Аджамила, ой, плохой, или ой, не, он сначала хорош, теперь плохой, непонятно, нет, нужно отойти от этого, потому что мы пытаемся, можем пытаться дать ему какое-то определение и из этого исходить, да, но мы знаем, что Ямадуты то же самое сделали, они пришли, вытаскивали и сказали, мы определились, нам все понятно, он грешник, это даже нет сомнений, мы проверили все записи, знаете, мы тут не случайно, мы, прежде чем сюда прийти, у нас все записи, мы все проверили, сверились, мы пришли, а вы говорите, что он безгрешен, как это возможно, да, то есть, видите, этот мир не так прост, да, грешный Аджамила оказался в одно мгновение безгрешным, да, интересно, вот, и так, чтобы посмотреть, для чего нам рассказывается эта история, давайте мы прочитаем, интересно тут, ну, если читать пословный перевод, столько интересно можно найти, смотрите, вот это слово, Кашчит, или некий, а теперь смотрите, некий Браман, когда мы говорим о ком-то некий, ну, то есть, о каком-то событии, некий человек, когда мы подразумеваем, что таких людей немерено, ну, просто, ну, некий, некий Браман, да, и более того, это слово используется в том же, ну, в той же связке, что и некий город, да, то есть, Каньякуб же и Двиджах, Кашчит, то есть, это может быть, как город, некий город, так и некий Браман, да, Непр, например, да, и некий Браман, в том смысле, что это свойственно ни одному Аджамиле, а то мы скажем, ну, знаете, ну, не повезло парню, да, то есть, вот, ну, вот как вот планеты, знаете, там, Раху не туда, там, что там еще, Кету не так повернулось, там, Меркурий был зачем-то заслонен, ну, не повезло человеку, у меня-то все нормально, у меня проблем нет, нет, некий Браман, это означает, в принципе, любой, то есть, любой благочестивый человек, оказывается в этой опасной ситуации, смотрите, в ведические времена, эта ситуация была менее опасной, то есть, когда создается атмосфера, в которой, атмосфера чистоты, общая атмосфера чистоты, да, то тогда легче, легче держаться, да, и тут Аджамила, в общей атмосфере чистоты, и он всюду видел чистоту, и вдруг он увидел эту, вот это вот, и он сразу привлекся, сразу проснулась, да, вот, в Калию, он сейчас особенно, где это нельзя увидеть, просто на улицу вышли летом, все, и сразу уже можно видеть то, что видел Аджамила, вот, ну, а если что, не видишь, шум доработает, он же профессиональный, да, то есть, атмосфера уже неблагоприятна, поэтому любой человек, даже благочестивый человек, в опасности, в опасности, почему, потому что мы благочестивы, просто, потому что боимся, Бога, да, ада боимся, как не попасть в ад, мы боимся Бога, поэтому благочестивы, но бояться и любить, это разные вещи, бояться наказания, любить Бога, это разные вещи, это хорошо, конечно, бояться Бога, это не вредно, вот, но все равно, это разные уровни, и так, интересно, да, что некий Браман, то есть, можно сказать, что это история, собирательная, вот, например, мы можем сказать, некий Бакта, Глабжимун, и рассказать о нем историю, и мы понимаем, что под этим подразумевается, Бакта Глабжимун, или некий Бакта Праджалпада, вот, например, и не обязательно, что его так и зовут, мы будем звонить во все храмы, спрашивать, а жил ли у вас когда-то Бакта Глабжимун, и он говорит, нет, вроде бы не жил, а, ну, это ложная история, нет, это история о том, как мы относимся к определенным энергиям Бога, да, ну, понятно, да, если Глабжимун, то понятно, вот, то же самое, Джамила, это, можно сказать, именно рицательное, да, то есть, это тот, кто жаждет наслаждаться энергией Бога, независимо от Бога, возможно, была масса людей с именем Аджамила, и, возможно, у некоторых было какое-то количество детей, похожая история, да, это не в этом, не это самое главное, да, то есть, что когда я с вами не статист, да, то есть, ему нужно было что-то рассказать, и он думает, так, интересно, где найти такого Аджамила, чтобы вот так вот все совпало, да, у каждого есть свой Аджамила, ну, скажем, нет, у меня нет таких проблем, простите, наговариваете, да, вот, вот, но, в чем сама, по сути, проблема, да, мы видим материальную энергию, как объект для наслаждения, да, смотрите, здесь вот слово следующее, Даси, Патир, Даси означает служанка, или слуга, а Патир, означает муж, Патих, муж, служанки, все хотят, чтобы жена была служанка, правильно, то есть, в чем суть взаимоотношений, в материальном мире, между джилой, и материи, Кришна об этом говорит, Бхагавадгиде, говорит, что живые существа, относятся к моей высшей природе, но они пользуются, тем, что предоставило им, низшая природа, что значит пользуются, и что значит предоставило, что низшая природа, служит нам, то есть, она нам дает возможности, наслаждаться, то есть, мы становимся потих, мы становимся мужем, для низшей энергии, и мы скажем, что такое муж, то есть, муж это тот, кто наслаждается, жена, это так, кто служит, то есть, это прагрити и пуруша, конечно, в семье бывает, что жена является пурушей, а муж прагрити, это уже вопрос ролевых игр, но сама идея, что я наслаждающийся, а кто-то является объектом моего наслаждения, наслаждения, вот это и есть, до си потир, то есть, я господин, а до си, это та или иная энергия, и до си, это может быть, жена, деньги, положение, власть, слава, все это слуги, наши слуги, правильно, кому служит слава, мне служит, для моего наслаждения, деньги кому служат, мне, для моего наслаждения, то есть, они являются до си для меня, то есть, они служанки для меня, таким образом, здесь разговор, не только о взаимоотношениях, между мужчиной и женщиной, это взаимоотношение дживы, отношение дживы к материальному миру, вот, и когда говорится о том, что он женился на распутной служанке, да, то, смотрите, он женился, да, мы скажем, ну все, какие проблемы, он женился, да, за что его в ад-то, все законно, женился же, нет, женился с какой целью, наслаждаться, все, это уже, ну, неправильная цель, да, почему, потому что любая энергия, предназначена для служения Богу, в том числе и жена, вот, и муж, кстати, тоже, да, то есть, женщины могут подумать, ну вот сидят мужчины, мы говорим об Джамиле, это для мужчин, для нас это неинтересно, ну а Джамила, это унисекс, имеется ввиду, что это настроение, в котором может оказаться каждый, да, например, мужчина, женщину выбирает, для чего, для наслаждения, как выбирает, 90-60 на 90, есть формула четкая, да, модельная внешность, определенный рост, все, то есть, вот для чего, для наслаждения, да, или 90-60 на 90, это нужно, чтобы она лучше божеством поклонялась, в этой форме легче божеством поклоняться, не, для наслаждения, да, и может, женщина может сказать, не, ну нам не обязательно, чтобы мужчина там был красавцем, да, да, может быть, это не обязательно, а как вопрос денег, ну возможности, да, ну, богатство, власть, иногда, на день, иногда, а как это, а, ну это интересно, да, конечно, он должен быть, ну, он должен из себя что-то представлять, не, не выходить же замуж за каждого бомжа, правильно, естественно, да, он должен, то есть, смотрите, есть какая-то ценность, то есть, тоже выбирается по этому, да, то есть, мы выбираем объекты по наслаждению, да, когда здесь говорится, что у Аджамилы была жена, да, да, была из браманического сословия, для чего она ему была нужна, ну, так сказать, в идеале, для совместного занятия преданным служением, ну, или, по крайней мере, исполнения религиозных обрядов, давайте возьмем так, да, для исполнения религиозных обрядов, вот, а это не универсальный солдат, который может религиозные обряды исполнять, и для наслаждений, и этот, и в огороде пахать, и, ну, как бы, в этой шутке, да, что у русского спрашивают, говорит, о, у тебя такой огромный дом, она говорит, а кто здесь убирается, наверное, у тебя есть уборщица, да, прислуга, она говорит, нет, жена, ну, а смотри, сад какой огромный, тут ландшафтный дизайн, у тебя, наверное, садовники тут работают, да, нет, говорит, жена, говорит, а еда у тебя такая хорошая вообще, это, наверное, кухарка, нет, говорит, жена, то есть, дальше не буду говорить, вот, но, но сам факт, что мы хотим, чтобы тот объект, которым мы якобы являемся собственником, наслаждали все наши чувства, вот, от Джамила, видите, у него появились новые потребности, то есть, до этого у него были потребности в ритуальных действиях, да, у него была жена, соответствующая этим потребностям, и тут, от Джамила увидел другую ситуацию, ситуацию наслаждений, у него проснулось это желание, и ему понадобилась для этого энергия, то есть, жена, правильно, а та жена, которая у него была, то есть, та энергия, которая была, она не подходила, можно было бы историю от Джамила написать по-другому, то есть, этих вариантов истории можно написать много, например, от Джамила, у него проснулись новые желания, и жене пришлось соответствовать его желаниям, тоже история от Джамилы, та же самая, один в один, вот, то есть, как только у нас просыпаются материальные желания, другие, мы находим того, кто соответствует нашим материальным желаниям, и, естественно, Джамила нашел того, кто соответствовал его материальным желаниям, и что он начал делать, он начал, мы скажем, ну, он безответственный, неужели, он был очень ответственный, ну, так, с материальной точки зрения, материалист, можно сказать, абсолютно ответственный человек, у него 10 детей, он тяжело воровал, обманывал, тяжело, он грабил, а это, вы думаете, просто так, да, пойти ограбить, то есть, он трудился для поддержания семьи, посмотрите, сейчас, множество людей это делают, обманывают, воруют и грабят, и это называется бизнесом, не покладая рук, да, это называется бизнесом, коррупция, знаете, вот этот откат, все это, это, это все бизнес, это, вот, это все честно, да, вот, для чего они это делают, у них жена, и дети, и что эти дети и жена, ну, хотят, регулярные ритуалы совершать, отнюдь, они хотят богатства, они хотят наслаждаться, на пляжах, в ресторанах, поэтому, ему надо работать, но просто, потом он отправится в ад, а они останутся здесь дальше наслаждаться, да, то есть, вот в этом разница, да, поэтому, мужчина может хотеть, превратить, женщину в объект наслаждения, и женщина может превратить мужчину, хотеть превратить мужчину в объект наслаждения, да, он должен работать, вот, что, почему, вот это, он на ней женился, а ее продолжают называть распутной служанкой, да, потому что, вместо того, что вдохновлять его на религию, на религиозную деятельность, она его вдохновляла и говорит, иди работай, у меня уже 10 детей, иди работай, ему 88 лет, последний ребенок 88 лет, она говорит, иди работай, не можешь столько заработать, иди воруй, какая мне разница, где ты деньги возьмешь, мне надо детей кормить, да, то есть, и он это делал, да, то есть, это то, что мы, склонны делать в материальном мире, когда наши желания неконтролируемые, да, если нам не хватает, ну, не знаю, грабить надо, что делать, не хватает мне на жизнь, жена требует, да, не хватает, на шубу, пойду грабить, а что, а как, выгонит, а где я тогда буду жить, да, то есть, мы вдохновлять друг друга должны на религиозную деятельность, вот тогда это называется священный брак, а если люди вдохновляют друг друга на расширение материальных потребностей, то это, вот, жить с распутной, или с распутным, да, то есть, не важно, потому что, поиск материальных наслаждений, поэтому, ну, женился он, ну и что, да, то есть, цель-то все равно, цель стала материальной еще больше, ну, и, отсюда выход, естественно, какой, это не забывать Кришну, да, даже если мы попали в положение Джамила, все равно нужно не забывать Кришну, потому что Джамила, поскольку он поклонялся Кришне, Нарайане, в начале своей, так сказать, карьеры, такой, знаете, молниеносной, и с ног сшибательной, можно сказать, карьеры жизненной, да, то в конце он назвал сына Нарайане, в этом была красота ведической культуры, что даже если вы, ну, вот, плохо можете контролировать себя, но ведическая культура обучает, ну, то есть, подталкивает к этому, да, сейчас как детей называют, непонятно как, да, а тогда Нарайна, Кришна, да, и вот умирающая Джамила, зовет сына, и один из комментаторов, сейчас, если я вспомню, имя такое сложное, Вадираджа Тиртха, по-моему, говорит интересную вещь, что так, он говорит интересную вещь, что Джамила, произнеся имя сына, в этот момент Господь по своей милости вошел в его сознание и Аджамила Виджая Дваджа, вот, я извиняюсь, Виджая Дваджа Тиртха, Господь по своей милости вошел в его сознание и вот этот момент, когда Аджамила с любовью позвал сына, как бы вместо, ну, Господь, знаете, как прошел мимо, ну, то есть, как два, как объект наслаивается на объект, да, и вдруг Аджамила вспомнил свою любовь к Богу, и вот этот, та же, она как бы, та же любовь, но рванула в другую сторону, да, и Аджамила, из-за того, что он с любовью произнес это имя именно к Нарайане, он получил, ну, вот эту встречу с Вишнудутой, да, то есть, смотрите, мы замечаем такое, да, знаете, там, кого-то там зовут как-то, какое-то имя, да, да, и мы произносим это, ну, имя, и вдруг этот человек всплывает, да, ну, не знаю, там, все знают эту ситуацию, да, то есть, мы произносим вроде бы имя Кришны, но параллельно может всплыть личность, знакомая нам с этим именем, да, или там, читание, когда мы произносим, то параллельно мы можем, у нас может всплыть личность с таким именем, да, то же самое, Аджамила говорит, Нараяна, и зовет сына, да, и вдруг Нараяна, знаете, так параллельно всплывает, и Аджамила говорит, а, вот кто Нараяна, вот кого надо звать, да, то есть, в этот момент, вот эта, естественно, любовь направилась на Нараяну, и он был спасен, так вот, если мы всю жизнь стараемся повторять имена Кришны, то Кришна позаботится, чтобы, даже если нам в момент смерти у нас, ну не всплывает имя Кришны, знаете, вот все всплывает, а имя Кришны не всплывает, то Кришна, знаете, так, как-то так пройдет мимо, так, знаешь, что мы вдруг, точно, ой, Кришна, да, то есть, постарается, Кришна заботлива, и это спасло Аджамилу. Сама идея, что мы наслаждающимся, она выражается в разных вещах, да, в том, что мы приобретаем какое-то богатство, да, зачем мне, например, дорогой автомобиль, да, вот есть известное высказывание, да, почему святые отцы все больше предпочитают внедорожники, а потому что пути Господни неисповедимы, да, то есть, зачем человеку внедорожники, что в церковь ездить, или там в храм, или в мечеть, можно ездить на более дешевом транспорте, да, нет, потому что это статус, это секс, это сексуальная жизнь, я доминирующий, я, смотрите, на чем приехал, но людей, которые эксплуатируют религию, ради улучшения своего материального наслаждения, презирают даже низшие существа, потому что эта энергия, которую люди приносят в храмы, в церкви, в мечети, она предназначена для служения Вишну, или в разной форме, но Вишну, а человек говорит, а зачем Вишну так много денег, я же на него работаю, нельзя ли мне как-то взять немножко от этого, ну, и я же браман, мне можно принимать пожертвования, это известная фраза, если браман, если ты браман, тебе можно принимать пожертвования, живи как браман, как жили браманы, бедно, на то, я браман, я могу принимать пожертвования, поэтому куплю себе джип, ну, чтобы пожертвования можно было возить чем-то, правильно, с прицепом, да, потому что ну, так не получается, да, не хватает вот этой маленькой машинки, Набивается, и самому ехать некуда. То есть, потом он покупает джип, а его же надо обслуживать, опять деньги нужны. Он опять приходит в этот ящичек, где для Бога положили туда руку, раз. Ну а что же, джип же уже есть, как же я его не обслуживать должен? И поехала, поехала. Потому что дорогие машины от дешевых отличаются тем, что ремонт дорогих дороже. То есть, человек раз и начинает совершать грех. Тот же самый, который совершал Аджамила. По факту тот же самый. Смотрите, Аджамила грабил, а человек грабит казну Бога. Правильно? Раз. Это же Бога собственность, раз, это руку. Но мне же надо, у меня джип, у меня большая семья. У тебя большая семья, у тебя джип, иди работай. Какие проблемы? А это предназначено для Бога. Сюда приходи, служи. Если ты браман, живи как браман. Возьми себе то, что нужно на сегодняшний день. Ну ладно, на завтрашний, если ты так. Ну на 2-3 дня, хорошо. И живи дальше, спокойно. Повторяй Харе Кришну. То-то повторяет Харе Кришну, что ему много надо. Он, представляете, вы повторяете 64 круга в день. Вам что много надо? Да, когда этим пользоваться? То есть, встали, пока повторили, уже вечер. Лекцию дали, там еще что-то, все, вечер, опять завтра 64 круга. Когда всем этим пользоваться? Когда об этом заботиться? Да некогда. Вот браманическая жизнь. А если нет? Ну тогда да, тогда нужна и машина, и то, и сё, и статус. И все должны видеть, что я не об их то. И поэтому дайте денег. На такую жизнь дайте денег. А работать? Нет, работать я не могу. Это, вы же понимаете. Я же священник, мне нельзя. Поэтому жизнь Аджамилы может быть в любом статусе, в любом положении. В религии, за религией, в любом положении. Тенденция такова. Я наслаждающийся. А уж как я этого добьюсь, как червакамуни говорит. Если вы хотите быть счастливыми, ешьте все на ги. Если у вас нет ги, воруйте, одалживайте. Но ешьте на ги. Все. Вот. То есть есть на ги, это очень ценно на самом деле. Мы сейчас думаем, что мы можем есть на ги. Да, конечно. То, что в магазине продается, там такое и ги получится. Ги это очень дорого. Это очень ценно. Особенно если ги из коров, о которых заботятся. Это очень дорогая вещь. Ну и в качестве ги сейчас это квартиры, машины, дачи, яхты. Вот это ги. Живите на ги. Ну и я считаю, живите на год. Так что этот взгляд не только собственность Аджамилы, но это взгляд каждого из нас. То есть в чем смысл истории, если она про Аджамилу? Вот зачем мы обсуждаем историю, которая не про нас? Ну кому-нибудь, кто-нибудь. Кто-то признается, что есть истории, интересные истории не про меня. Все самые интересные истории это про меня. Правильно? То есть если история не про меня, ну такое дело. Аджамила, ну и хорошо, но мало ли. Нет, это про нас, про каждого. Потому что тенденция наслаждаться в каждом, независимо от Бога. Мое я возьму, это же, оно же лежало само, оно ничье. Правильно? Я в лес зашел, правильно? А тут ничье, возьму себе, буду наслаждаться. То есть вот это тенденция Аджамила. Аджамила. А тенденция все занятое служение Кришне, это тенденция преданная Харе Кришну. Все пропитаны, да. Это история, опять, это история не Аджамиля. Это обо мне. Это все, да, да, да. Не, ну это было его желанием. Дело в том, что мы в этом материальном мире, потому что у нас соответствующее желание. То есть нельзя, как это, нельзя обвинить атмосферу в том, что мы оказались в этой атмосфере. Мы в ней оказались, потому что мы тоже из этой атмосферы. Я понял, о чем вы пытаетесь сказать. Ага, ну хорошо. Вы сказали, что это может произойти с каждым. Так вот стихи написаны, он прав, он был очистивый, да, там, занимался. И что он увидел, да, и не возникло желание, и он пытался бороться с этим, и не смог. И что же это может произойти с тем, что он не повторял Харе Кришну? Повторять Харе Кришну? Он не повторял Харе Кришну. Вот смотрите, там говорится о том, что он вел религиозную жизнь в соответствии с ведами. Но это карма-канда. А у пасана-канда, то есть это называется проврити-марх. То есть он шел по пути проврити-марх. А Шукадевага Свами сразу говорит, то, что я вам предлагаю, это путь неврити-марх. Путь неврити-марх означает отказ от материальных наслаждений. Это ставится целью. А Джамила не ставил целью отказа от материальных наслаждений. Он шел по пути проврити-марх. поэтому этот путь опасен потому что он сначала проварите, проварите, проварите ну раз и яма, видите, на дорогу, знаете особенно у нас вы едете, ровная дорога, все, вы так гоните все хорошо, вдруг раз и яма такая, на оба колеса так вот так вот отжимило, ровная укатанная, гоноблагости на полной скорости, счастливый раз и на оба колеса и ремонт на полжизни то есть в этом смысл если мы идем по пути проварите марк, мы рискуем если мы идем по пути наслаждения мы рискуем в любой момент потому что мы подкармливаем зверя который никогда не умрет набирает силу и рано или поздно возьмет свое поэтому даже в семейной жизни человек должен ограничивать себя совершать аскезу то есть он должен понимать что если чувствам дать возможности они тебя съедят они быстро растут то есть они такие прожорливые их надо ограничивать иногда люди говорят зачем аскеза, не нужна аскеза нужно просто мантру повторять ну хорошо но если мы не контролируем чувства то если мы их не ужимаем они вырастут и скажут что ты мантру повторяешь мы уже здоровые давай вперед мы как лошади знаете они такие откормленные вы уздечку держите они такие откормленные закусили у дела и понеслись а худые лошади понимаете худые такие измученные недокормленные лошади вы их хлистаете да то есть мертвая лошадь нет смысла бить то же самое если чувства чуть-чуть так сказать недокормленные они не сильно стремятся наслаждаться а если такие холеные наевшиеся ну что следующее чем тут вы меня порадуете в жизни поэтому аскезы не только для брамачарьи ограничение только для брамачарьи для семейных людей тоже может еще какие то вопросы нет вопросов все так печально все так грустно грустная лекция умирающий лектор недокормленные недокормленные но им нельзя давать слишком много наслаждаться ну смотрите чем человек больше ест тем больше хочется слышали да такое то есть чем больше наслаждаешься тем больше хочется не уменьшается ну да есть какой то момент в этом поели наелись и у вас отречение это нормально да на первые два-три часа отречение все отречен на еду могу не смотреть вот но потом надо больше съесть потому что уже тот объем который был не хватает для счастья надо больше и потом больше 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 а потом уже вы говорите меня надо много есть потому что я большой может ты большой потому что много ешь в любом наслаждении история та же в любом человек знаете человек пьет я не алкоголик я рюмочку каждый день я не алкоголик нет ты алкоголик друг мой просто просто этот такой вяло текущий алкоголик и когда ценности исчезнут ну какие то ценности которые тебя еще сдерживают ты станешь нормальным алкоголиком ты полноценным алкоголиком то есть есть еще что-то сдерживающее во всех чувственных наслаждениях история одинаковая власть а а а а и а а и и а Что вы считаете? То, что я читал в 56 стихе. Он чтил Веды. То есть он уже начал идти к Богу. Но начать идти и достичь совершенства – это как бы длинная дорога. То есть он начал идти, но ситуация подвернулась. И вот то, что это не было бхакти, потому что чистая бхактика, только с уровня премы упасть нельзя. Даже с уровня бхагавы еще возможно. И мы знаем историю. Мы знаем историю. То есть с уровня бхагавы даже еще можно упасть. С уровня премы не падает. Поэтому это длинный путь. Чем выше поднимаемся, тем меньше шансов падать. То есть человек, у которого просто шрадха, он очень падок на падение. Ништха – это уже сложнее сбить. Он уже тверже держится на ногах. Это как Адипурша говорил. Одна нога в духовном мире, одна еще в материальном. Ништха. А ручий – тут еще сложнее. Человек уже за что-то зацепился в духовном мире. Он уже понимает, есть вкус духовный. Материальный вкус хуже. Уже зацепился. Конечно, может отвлечься. Мы же знаем. Даже на бхагаве. Но все меньше и меньше шансов. Поэтому он начал путь. Ну да, у него была вера. Ну вот так вот. Чувства привлекли. И доступность материальных. Самая опасная доступность материальных наслаждений. Ведическая культура не давала этой доступности. Не давала. Сейчас это доступность материальных наслаждений. И это причина множества. Множество. То есть, множество проблем. Люди легко. Вот смотрите. У вас нет денег. Вам тяжело. Зачем вам Бог? Идите в банк. Доступно. Правильно? Вы приходите, показываете какую-то бумажку, которая называется паспортом. Да. И даже если вы, ну знаете, вот, ну вообще ни на что не способны. Паспорт есть. Там и вот тебе кредит. Доступность. Какой кредит? Он даже, он не знает, как их считать. Он не знает, куда, что с ними делать. Ему кредит. А потом, конечно, приходят, отбирают и все. И почки в том числе. То есть, доступность материальная. И это во всем сейчас это доступность. В этом проблема. Поэтому сейчас и сложнее. Поэтому и метод более могущественный. Нужно воспевать святое имя. Правопада пишет Харе Кришну Махамантру. Болезнь сильнее, лекарство должно быть сильнее. Тогда он повторял имя Нарайны. А мы знаем, что тысячу имен Нарайны. Это всего лишь равны трем именам Рамы. А три имени Рамы, одно имя Кришны. То есть, он повторял имена Нарайны. Время было хорошее, благоприятное. И то, видите, в какую ситуацию попал. А у нас время вообще катастрофическое. То есть, вы вышли на улицу, и то, что там можно увидеть, лучше не описывать. И что? И ум. Ум, он такой, да, нет, это все ерунда. Я в шанти. Нет, ум сразу. Возможности, возможности для наслаждения. Работай, получи, возьми, наслаждайся, будь кем хочешь. Сейчас же такая реклама, да? Ты можешь быть кем хочешь, добейся всего сам. Ты можешь быть любым ослом. Окончательно навьюженным, наполовину навьюженным. Или просто которого бьют задними копытами, да? Какая разница? Будешь быть любым ослом. Выбери себе, каким ослом ты хочешь стать. То есть, сейчас возможностей масса. Это проблема. Людям нельзя давать возможности. Человек такая штука. Дай ему возможности, и он выйдет за рамки потребности. Понимаете? В этом разница. Браманы не выходили за рамки потребности, даже если у них были возможности. И мы знаем эту историю с охотником, которого обратил в преданное служение на роде Муни. Да? И этот охотник, потом к нему пришли, и он такой сидит и жалуется на роде Муни. Говорит, слушай, не присылай мне столько еды. Проблема. До этого он не знал, как питаться будет. Он говорит, я не знаю, сейчас лук сломаю, что я потом есть буду. Он боялся, наверное, не волнуйся, будет у тебя все. А потом, когда в следующий раз на роде Муни пришел, он говорит, пожалуйста. Вот у меня одна просьба. У меня все хорошо. Понимаешь? Вот вообще все сложилось. Понимаешь? Все. И туласи тут, и джапа, и люди ходят, спрашивают. Все хорошо. Пищу носят. Одна проблема. Много носят. Но это браманы, это только браманы так. Все остальные, если много носят, много бери. Еще больше несут, еще больше бери. Сколько не принесут, бери и прячь, 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 прячь. Строй, 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 прячь. Хапай, хапай. Нахапал? Бойся. Все, бойся, потому что придут отбирать. Если несли, значит, те же самые придут и отбирать. Вот это сейчас Калиюга, все так хотят. Все хотят нахапать и спрятаться. Правильно? Заборы, все, отделились. Там нищие. Идите дальше, нищие. Идите. Я вот, я успешный. Так что возможности портят человека. Помните, как это известная фраза? В Москве были люди хорошие, пока их не испортил квартирный вопрос. Имущество. Ну, понимаете, если у вас квартира на Хрещатике, да? Вы же уже не просто Бакта. Вы же поймите, это же уже все, это же серьезно. А если у вас две квартиры на Хрещатике? К вам нельзя обращаться просто Бакта Вася. Это оскорбление. Как это Бакта Вася? У меня две квартиры на Хрещатике. Что вы себе позволяете? Или я приехал, знаете, я приехал, у меня машина больше, чем у вас квартира. Стоит. Ну, по размерам. Можно сказать тоже. Вы идите в своей квартире, а у меня машина шире, да? Вы что, меня Бакта собираетесь называть? Называйте меня соответственно. То есть ложное эго растет по мере возможности. Нельзя нам давать возможности. Вот в чем проблема. Поэтому Кришна в Бхагаватам говорит, того, кому я благоволю. Вот слушайте, что делает Кришна с теми, кого благоволит. Он говорит, я у него отбираю все имущество. Харивол. И говорит, и тогда он, побитый своими родственниками, которые от него отвернулись и прокляли, сказали, дядь сюда, нам такие не нужны. Идет к преданным и говорит, только вы меня можете принять, у меня ничего нет. И начинает общаться с преданными, служить преданным. О, вот, знаете, какой Кришна, да? Вот кому мы поклоняемся. Аккуратно. Ну, а потому что мы хотим этого всего, нам это все нужно для счастья, и то, и это, и чтобы и жена фудомодель, и муж там с таким прессом, не вот этим, что на животе, знаете, чтобы рука, знаете, такой, чтобы было ради чего жить. Мы же, как это, выбираем же по необходимости, правильно? А преданное служение, это так, мы будем параллельно и преданным служением заниматься, но с женой-фудомоделью. Пожалуйста, не меньше. Я извиняюсь, если этот, все очень, да, бхагава там бесконечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!